Ведь тысячи украинцев, несмотря на очевидные нестыковки и противоречия, много месяцев подряд продолжали упорно верить тому, о чем твердили официальные лица и на страницах газет, и с телеэкранов, и с высоких трибун. Якобы подлые убийства активистов Евромайдана зимой 2014 года, дело рук и бойцов Беркута, и наемных снайперов Юнуковича, ну а кто-то так вообще всерьез утверждал, что с крыши из окон киевских зданий по демонстрантам, полили тайные агенты российских спецслужб. И вот теперь выясняется, похоже, тех, кого называют небесной сотней, приговорили к смерти свои же братья по революции, радикалы партии «Свобода». На днях к трем ее лидерам наглянули с обысками сотрудники генпрокуратуры, расследующие те самые расстрелы. Наш репортер Андрей Суханов решил разобраться, почему громкому делу, которое пробуксовывало целых полтора года, неожиданно дали ход. Киевская верхушка наконец-то захотела докопаться до правды, или политики при власти все-таки играют в справедливость, а на самом деле вот так вот своеобразно задумали расправиться с конкурентами, которые, между прочим, фактически выломали для них двери и расчистили дорогу в высокие кабинеты. Украина, Киев. С опаской, оглядываясь по сторонам, она придет на Майдан незалежности. Я стояла вот так, и ход ранения здесь. 20 февраля 2014-го медсестра-волонтер Олеся Жуковская чуть не погибла здесь от снайперской пули. Фотографию раненной в шею девушки в тот день показали все мировые СМИ. А сама Олеся с тех пор ни разу не усомнилась в том, что по ней, а также по другим протестующим, стреляли то ли бойцы Беркута, то ли и вовсе снайперы из Российской Федерации. Но на этой неделе она услышит сразу две шокирующие для себя новости. Украинский генпрокурор Шокин неожиданно заявляет, в трагедии на Майдане нет российского следа. А по местному телевидению рассказывают, что виновных стоит искать в националистических группировках. Беркута не было такого оружия, поэтому это, скорее всего, снайперы какие-то. С этих выстрелов и началась кровавая бойня. Вот снайпер открывает огонь из окон номера 1132 гостиницы «Украина». По данным следствия, в то время там проживал член Нацпартии «Свобода» Игорь Янкев, а его соседями по 11 этажу были нардепы-радикалы Александр Сыч и Олег Панкевич. Все трое – заместители Олега Тегнебока, одного из главных лидеров Евромайдана. До борьбы! И вот в домах националистов проводят обыски, а в генпрокуратуре проходят допросы. Значит, у них такая была задача – сначала это сделать, совершить эту страшную провокацию, убить людей, а потом заместить следы с помощью своего представителя, аж генерального прокурора. Первым о развенчании киевских мифов заговорил бывший харьковский губернатор, а ныне депутат Верховной Рады Михаил Добкин. Неужели расстрел так называемой «небесной сотни» устроили свои? Спустя полтора года после украинского госпереворота немногие россияне вспомнят словосочетание «небесная сотня». Но внезалежный этот собирательный образ всех погибших активистов Евромайдана за короткое время превратили и в политический бренд, и даже в самый настоящий сакральный культ. В честь героев «небесной сотни» по всей Украине строят мемориалы, открывают музеи, называют улицы и проспекты. А вот еще один участник тех событий, только стоявший по другую сторону баррикад, бывший боец «Беркута» Игорь Садовниченко. Они друг друга стреляли, они друг друга били, они друг друга жгли, ради того, чтобы сделать провокацию. А это знаменитый украинский писатель Владимир Корнилов. Вместе с журналистом Олесем Бузиной он занимался расследованием дела о снайперах на Майдане. Сразу как только началась стрельба на Майдане, в сети появились кадры из этих номеров отеля «Украина». И были лица и этих депутатов от свободы. Когда его друга убили, Корнилов, опасаясь мести радикалов-националистов, нашел убежище голландской Гааги. Он поясняет о том, что лидеры украинской революции отдавали приказы своим боевикам, стрелять по мирным активистам, известно уже очень давно. Все это было выложено в Ютьюбе. Вот, к примеру, кадры, снятые накануне трагедии. Рядовые сотники самообороны Майдана застукали депутата Сергея Пашинского и личного телохранителя Арсена Авакова Юрия Стаболту в компании со снайперской винтовкой. И ничего. Все эти убийства массовые на Майдане будут еще долго служить поводом для расправы со своими вчерашними соратниками. Украинский писатель уверяет, последней каплей, переполнившей чашу терпения президента Порошенко, стал устроенный в конце августа ультраправыми радикалами теракт у здания Верховной Рады. Но расправа над бывшими соратниками все равно должна была когда-нибудь случиться. Ведь каждая революция, как известно, пожирает своих детей. Андрей Суханов, Тамара Кокачи, Наталья Усенко и Антон Янченко. Центральное телевидение. Редактор субтитров А.Семкин